Проходим позвоночник. Ну, точнее, не позвоночник, а это парабезобравленные мышцы, которые прикрывают рёберно-позвоночную дугу. Она, кстати, видна. Вот если я её отведу, то в сторону мышцы. Вот. Можете подойти, пощупить, если хотите. Вот она, из-за вот косточки. Чувствуете, да? Вот я её отвёл. Вот, смотрите, вот. Соответственно, тоже не обольщайтесь, позвонок хрустнул. Не позвонок хрустнул, а рёберно-позвоночное сочленение, вот оно хрустнуло. Во-первых, убирается межреберная невралгия, да? А во-вторых, если позвонок развернут, то и в эту сторону, в это сочленение, и в обратную сторону сочленение, оно тоже влияет. То есть поправили ребро, позвонок тоже в основном место. Понимаете, да? Так. Далее, вибрация. Опять же, этими костяшками пальца внедряюсь между паравертебральными мышцами и костейскими отростками. И вот в этой ямочке с утяжелением, видите, вторая рука утяжеление делает, достаточно сильно растрясаю. И в ту, и в обратную сторону. Ну, желательно, заметьте, что все наши приемы, в основном, идут снизу вверх. А точнее, от места крестца, или 5 с 1 соединения, да? То есть вот, сочленение, где крестец начинается. От этой точки мы все наши приемы введем вверх, и от этой точки вниз. То есть, если мы начали отсюда, то вверх. Понимаете? Если шею, то тоже вверх. Ну, при растяжении. Но кроме массажа, массажем вниз. А здесь ноги, тазовые кости, все тянем вниз. То есть, вот эти точки, это как бы наш камень прескновения. Сюда вверх, так и сюда вверх. Так, следующий прием. Растирания локтевые. Когда мы растираем, смотрите, тело человека, вот видите, уже ходит ходуном. Как я говорил, вот змею показывал, да? Вот так она вся должна ходить. Значит, человек размяк, расслаблен, это уже очень хорошо. Следующий прием. Я их уже не дополнюю одну одну руку. Эту руку расставляю здесь. Для правильной техники, смотрите, лучше всего переднюю руку убрать, потому что вы ходите здесь, да, чтобы его подблокость не бить. А с этой стороны максимально раскрыть, расслабить и трапецию тоже растянуть. Для этого плечо опускаем сюда, ножен вниз опустить, а голову разворачиваем в мою сторону. Вот, потому что у него раскрылось здесь. То есть, если мы говорим про локтевые техники дальше, да, мы декомпрессируем еще всем корпусом, расцегивая позвонки. Раз, два, три. И шесть, почему-то уже четыре. Подготовляем. Раз, два, три. Ну, на техниках массажа я поподробно про это говорю, сейчас долго останавливаться не буду. Следующая вибрация, опять декомпрессионная. Мы упираемся в крестец, а все, что выше, растягиваем вверх. То есть, второй наш локоть, он чуть повыше находится, чтобы не передавить на остистые позвонки. Но они практически параллельны. И мы двигаемся вот так, растягивая корпус человека. Демонстрирую. Вот. В этот момент тоже уже можно будет услышать хруст. Ну, и следующая декомпрессия, это опять мы упираемся в крестец и просто всем своим весом растягиваем человека. Вот, потому что это хруст. Ну, я сейчас специально буду хрустить, чтобы вы потренировались. Растягиваем его вверх. Еще какие вибрации. С крестца спускаемся вниз. То есть, это на самом деле очень сильная кость. Ее можно давить, прыгать, ногами раствовать, бить кулаками. Человек вам тут спасибо скажет. Не бойтесь. А вот когда сошли на позвоночник, там, где лордоз, ну, кифос лордоз, знаете, что такое. Там вот как раз осторожнее. Там мы раздвинули пальцы. Ну, любые. Либо вот эти, чтобы артисты от русского накасались. Да? Либо вот эти. С утяжелением захватили руку. И ротационно его позвоночник в позвонке, видите, растрясаем уже глубоко в глубине парабертибральных мышц. Опять снизу вверх движение идет. Вот этой части, то есть упираемся, да? То есть, на самом деле, неважно, как вам удобнее, как у вас получается, да? Еще раз показываю, с утяжелением. Подбиваем и растрясаем. Ротационно получается. Это ротация. Все позвонки. Следующий прием мы используем так. Для подготовки, в принципе, этого достаточно. Есть еще, знаете, воздействие на косые мышцы и квадратные мышцы, которые к нижним ребрам, от воздушных костей к нижним ребрам, к ловушам, цепляются. Вот они, когда сжатые, у человека сразу 100% сколиоз начинается отсюда. Сразу идет изгиб. Для этого мы немножко растрясаем. А тут, конечно, не вибрация. Но я вам покажу. Вот мы входим, разминаем эти мышцы, растягиваем. Уперлись локтем в подвозженную косточку. И простучали ее. Помните, я вам говорил о декомпрессивании? Декомпрессируем только в другую сторону теперь. Вот туда. Единственный другой прием. Далее, смотрите. Ну, давайте, раз у нас тема вибраций, мы еще захватим немножко скручивания. То есть, мы можем теперь, если здесь мы опасались, что нажмем, когда вот это вы делали, на ассистой отростке, локтем, то здесь мы не локтем нажимаем, а мякотью нашей предплечья. Растягиваем все его тело с вибрацией. Кстати, не бойтесь, тут можно еще и шею тоже. Растянуть и промять. Не поломается, не бойтесь. Вот уже такое широкое, да, широчайшее движение. И потом присели чуть-чуть, схватили за бедро, за косточку желательно, либо бедро, либо подвозженную кость. А с этой стороны гребра так снизу уперлись. И распунули его в одну сторону, и в другую сторону. Ну, смотреть, соответственно, симметрично. Тут под ребра, а тут под бедренную кость. Вот, диагонали его раздавили, декомпрессируя. Вот, и как я говорил, мы идем от общего к частному. Далее мы перейдем к непосредственным манипуляциям и воздействиям на кости. Но об этом я вам расскажу в следующем видеоролике. А вы смотрите, не смотрите наше видео, по видео ничего не научитесь. Пока не придется к нам на тренинг. С вами был Олег Калабгудвин. Субтитры сделал DimaTorzok